Всем привет! Я только что домонтировала третью неделю, а вы ее прямо сейчас смотрите. Эта неделя самая развязная, я считаю, по сравнению с двумя предыдущими, и мне кажется, четвертая тоже будет такой, знаете, в рамках. Вас ждет море битой посуды, Саша, еще немного глюд, в общем, все, как и всегда, но посуд действительно в этот раз слишком-слишком много. Надеюсь, этот ролик вам понравится, сильно не критикуйте меня, пожалуйста, и да, я действительно месяц пытаюсь на 3000 рублей, вот такой нереальный внеземной эксперимент, и пока, если честно, держусь просто супер бодрячком, так что я продолжаю этот эксперимент, а вам желаю приятного просмотра третьей недели этого пути длиною в месяц. Мы были у бабушки, и она дала нам целый пакет белых грибов. Ну, анбоксинг сделаем дома, просто, знаете что, у меня есть эксклюзивчик. Вы только посмотрите, целый пакет грибов, все порезанное, ненсанное собранное. Ну, не красота ли? Раньше частенько говорила, блин, ба, вся морозилка забита твоими грибами, ну вот какого хрена, никто их не ест, ты потом их всем раздаешь. Ну, конечно, в смысле никто не ест, ну там, супы она варила, жарила, но просто не так часто, и в основном, большую часть времени морозилка была забита этими грибами. А сейчас вот пойди где-нибудь найди вот такой вот. Смотрите, сколько у меня их. Суп я как раз, наверное, может завтра и сварю. Первый день третьей недели. И знаете, у нас он, этот день, эта неделя начинается очень празднично. Ненсана пригласила нас к себе поесть. Решили воспользоваться случаем. По состоянию Лени вы видите, что проснулись мы не так давно, хотя кто-то еще до конца, может быть, и не проснулся. В любом случае, Леня, нам сейчас предстоит надеть костюм и дойти до бабушки. Такие глобуски маленькие, я не могу. Очень многие написали про замороженный хлеб, во-первых, что хлеб можно убирать не просто в холодильник, а в морозилку. Не пробовала я, честно, никак в жизни не замораживала хлеб. В холодильник я стала убирать просто потому, что появилась необходимость растягивать это удовольствие и сохранять жизнь этому хлебу на подольше. Собственно, вчера начиталась, вчера уже и убрала его. Стали появляться комментарии след за хлебом, потому что замораживать можно вообще практически все. Готовую еду, там, отварные крупы, блюда и так далее. Не знаю. Замораживать, в принципе, можно все, но, блин, просто как-то нравится свежак. Но мы сейчас не о свежаке, а о том, как нам прожить оставшиеся две недели. С учетом, что у меня осталось 100 рублей или там 100 с чем-то. Ну вот, напомню, у меня замороженная курица еще есть в морозилке, овощные смеси. Так что, думаю, все будет неплохо. Ой, ты мой милый, забыл совсем уже. Ой, а я прям иду, ну, господи. Ой, и мой парашек за дверь на стоянку. Ну, красиво, конечно. Прям как шашлык на мангале. Это, кстати, аэрогриль, вечно голодная собачка. Лень, бросить не надо. Ты покушай, потому что ее можно больше нечаяц. Так хорошо посидели, что аж потемнело. Замечательно. Вот, смотрите, какой годный лайфхак. Начинать свой день попозже, или если начинать день попозже не получается, то хотя бы первый прием пищи переносить на более поздний срок, как я сегодня, считайте, я сейчас вроде как позавтракала, но при этом одновременно пообедала и даже, можно сказать, поужинала. Из того, что было мясо, я не знаю, даже буду ли еще есть сегодня. Планировала суп сделать, но я такая сытая, что, типа, я могу его сделать, но, возможно, не получится его сегодня попробовать. Не очень холодно и снежно. Сегодня решила немного прогуляться. Не то, чтобы перед столом, но так вечерком. Плюс индейка утрамбуется. Слушайте, ну я пришла домой, и прям хочется сразу начать с того, что, а вы говорите, прогулялась до аптеки, мне надо было забрать свой интернет-заказ. На обратном пути зашла в «Да». Не теряла надежду купить картофель. Ну, тот вот, который на запеканку отправляли. Ну, ничего утешительного, потому что, ну, во-первых, вне всей этой ситуации с экспериментом я купила торфяные горшочки. Вот такие штуки, чтобы помечать, что там за рассада сидит. У меня с собой не было моих мешочков, поэтому вот в таком пакете картофель я на запеканку потратила семь крупных таких прям картофель. Я специально посчитала, чтобы столько же вернуть. Как бы вот если посмотреть на их размер, вот более-менее похоже на ту, что я использовала, на те, что я использовала, это вот это. Ну, я как бы взяла, пусть хоть сколько-нибудь вводит. Мне еще надо будет, получается, догубиться. Сейчас хочу съесть чудо. Помните, я на прошлой неделе два покупала? Одно только съела тогда, когда меня Сбер выбесил. Сегодня такой день, прохалтуренный немного. Ну, как вы хотели. Это хорошо, когда есть кому сходить, где поесть. Трэш, когда вообще никого нет. Есть только три косаря. И вообще, не дай бог, на все эти три косаря. Да, мне, конечно, приятного мало. В общем, желаю вам, чтобы все было хорошо. Чтобы вы не болели. Главное, здоровье. Я не помню, я сейчас сказала, встретила в подъезде соседку. Ничего вообще не успела ей сказать. Я была в маске. Она меня узнала. Говорит, Крисинка, ты? Я говорю, да. Она говорит, там соседка умерла. Я думаю, Трэш, не здрасте, не до свидания. Узнаю о всех новостях двора автоматически. Поэтому я пожелала всем здоровья. Не грустить. И добиваться всего, чего вашей душе угодно. Читаю аннотации к лекарствам. Параллельно доедаю чудо. Параллельно получаю сообщение в инстаграме. Сейчас поймала себя на мысль о том, что надо позвонить бабушке и сказать, что умерла соседка, которую мы все знали. Все там будем, как говорится. Но вот эта вот тема, что надо всем сказать, я это ненавижу. Я это ненавижу. Сейчас я этим займусь. Сегодня на завтрак будет каша. По просьбам трудящихся спасаю этот рис, который мне не понравился. Просто миксанула его с пшенкой. Промыла все это дело. И вот сейчас сварю. Кашу поем эту на завтрак и на ужин. На обед сварю суп. Кстати, возвращаюсь к теме пшенки, которая горчит. Я вам уже отвечала, что у меня она вообще не горчит. Я ее никак предварительно не обжариваю, не опариваю. Кермической обработке, так сказать, не подвергаю. Вот вкус мне ее нравится и всегда нравился. Рекомендация для тех, кому все-таки пшенка горчит предварительно, перед тем, как ее готовить. Либо на сковороде ее раскаленной, типа, ну, пораскалять, немножечко поджарить, да? Без масла, без всего, просто на горячей сковороде. Либо обдать кипятком. Пусть она минут пять хотя бы в этом кипятке постоит. Потом вот сливаете, промываете и уже отправляете вариться. Но я не знаю, от чего это она всем горчит. Вопрос, почему мне она не горчит. Потому что я пшенку ем, в принципе, с детства. У меня бабушка всегда ее готовила. Не помню, что там делали какие-то еще дополнительные процедуры, кроме как просто промывание крупы. Кстати, спасибо всем, кто посоветовал мне, что делать с луком, чтобы не плакать во время резки. Больше всего мне понравился лайфхак с холодной водой, типа, перед тем, как все это резать, помыть в холодной воде лук и нож. Многие писали, что в линзах не плачешь, когда режешь. Ребят, ну хз. Я, если честно, тоже однажды резала лук в линзах и была уверена, что все будет супер. Все равно проследилась. То есть не так, конечно, сильно, как если бы линз не было, но тем не менее слеза пошла, скупая моя. Это, кстати, тоже можно назвать таким своеобразным лайфхаком, если хотите. Как растянуть молоко, если у вас осталось его мало. Если вылить его в целую кастрюлю с крупой, ничего даже не почувствуете, если у вас недостаточно молока. А так просто в горячую крупу добавляйте совсем чуть-чуть молока. И как бы из того, что время немного прошло, то есть молоко еще прямо здесь с нами, вы его почувствуете, понадобилось буквально там 2 столовые ложки. Бон аппетит. Есть, если честно, вообще не хочу, но как бы уж свежачок, почему бы и нет. Время приготовить суп. Как вы можете заметить, уже рассада петрушки сидит. Взрастет, не взрастет, посмотрим. Но мне вообще кажется, что проблем не будет. Буду использовать грибы, которые уже оттаяли, дали сок. Беру морковь, картофель, лучинку. Сейчас, кстати, испытаем рекомендованный лайфхак. Получится ли не плакать, если смочить холодной водой лук и нож. У меня здесь размораживается куриная ножка. Размораживаю цветную капусту, которая уже разморозилась, и с нее течет вода. Ну, здесь без жарки не обойтись, поэтому режем лук, трем морковь. Все это дело обжариваем, обжариваем грибы. А пока наберу в кастрюлю воды, поставлю на огонь. В этой воде лук и нож. Слушайте, ну, в принципе, я сейчас не плакала. Действительно, лайфхак с холодной водой рабочий. Капуста и лук поджарились. Посмотрите, как прикольно получилось. Отчищаем часть сковородки для грибов. Сейчас мы немножечко жарим отдельно, но работаем, в общем, по старой схеме. Немножечко адаптируемся к окружающей среде, затем все это дело смешаем. Эти грибы пахнут, конечно, нереально. Очень классно. Какая же я раньше была дура и не понимала приколы в этих грибов. Грибной суп я тоже со временем полюбила. Собственно, это сами по себе жареные грибы. Мне очень нравится, конечно, в жареном варианте лисички. О-ля-ля. Слушайте, я его еще посадила потом. Вообще замечательно. Грибы. Это, конечно, просто праздничная история. Такой обед и ужин опять получается. Очень долго я делилась со всем этим делом. Ну, суп такой. Все классно. Блин, ну трэш, подписчики. Только хотела вам сказать, что какая нафиг каша на ужин. Я буду есть еще этот суп сегодня. Потом решила все-таки это не записывать, сказать позже и накрыть суп крышкой. И, блин, только что на крыло стал отходить. Крышка отвалилась. Точнее, крышка упала, отвалилась ручка. Саша, жду тебя с новой крышкой. Ищи по обломкам. Ладно, это шутка. Прикиньте, вообще на ровном месте. Вот в этом году это уже вторая вещь, которую я бью. Сейчас так посмотрела, я ее смогу суперклеем приклеить. Так что будет жить. Я, кстати, теперь поняла Нин Санну. Она раньше постоянно готовила щи. Я думаю, она, в принципе, и сейчас их варит время от времени. Приготовят кастрюлю этих щей с кислой капустой. И просто наароматизировано все жилое пространство. Это отвратительно. Но вот если вы любите щи, вам, может, не отвратительно. А мне просто. Я вот прям очень мне плохо. Я везде открываю окна, чтобы быстрее это все выветрилось. И прошу этот суп выносить на балкон, чтобы он не ароматизировал холодильник. Она говорит, вот я могу сварить себе щи и есть их несколько дней подряд. Я думаю, Бета, с ума сошла? Есть суп несколько дней подряд. Ну, только суп. Понятное дело, что я не ела только суп. Но вот такое выражение, типа, этим ты хочешь сказать, что он настолько крутой, что вообще без проблем могу его есть постоянно. И знаете, вот этот суп точно такой же. Про него я могу сказать, что я могу есть его с утра до ночи. Но если я буду есть его с утра до ночи, мне кажется, это будет не самый интересный эксперимент. Плюс мне не хватит грибов, чтобы все оставшееся время есть этот суп. Поэтому придется что-то придумывать. Пока просто хочу сказать, что, блин, просто белые грибы. И что они сделали с этим супом? Они просто преобразили его. Они подняли его на другой, абсолютно другой, совершенно новый уровень. Уже слишком поздно, чтобы дальше философствовать об этом. Поэтому просто прощаемся с вами до завтра. Всем привет и доброе утро, подписчики. Так вкусно пахнет зеленью сегодня утром. Просто невероятно. Даже не спрашивайте, даже не спрашивайте. Я просто занималась перестановочкой очередной. Ну, дошло до того, до чего дошло. В любом случае, завтрак никто не отменял. Так что будет сейчас каша. И поскольку я впервые в жизни решила заморозить хлеб, мне хочется сделать один поджаренный тост с маслом. Мне очень интересно, как себя чувствует хлеб. Он просто затвердел. Я разогреваю сковородку. Мне оставляли комментарии, что типа замораживай, замораживай, ведь и бутерброд... Ой, господи, бутерброды. Замораживай хлеб, потом разморозишь его. По вкусу он будет такой же, каким он и был. Нифига. Вот у меня сейчас отвалился кусочек от этого хлеба. Я его попробовала. Смотрите, он совсем не такой, каким вот он был до заморозки. Но, тем не менее, это не помешает мне его съесть. Там еще внизу сливочное масло и сыр. Сыр у меня по-прежнему есть. Он еще не испортил. Съел, сейчас посмотрела. Каша сегодня немного подсластила. У меня сегодня такое настроение. Господа, буду сейчас обедать. За горшком все убрала. То, что там было. Земля вот это все. Горшок выкинула. Землю прибрала на место. Счастье. Реально, вот вы пишите, сколько Кристинка бьет посуды. Слушайте, я прям жду, не дождусь посмотреть, что же это за счастье такое неземное грядет. В общем, приятного аппетита пока что. Пока ждем счастья. Приятного аппетита. Обед. Я вчера очень ленивая была вечером и не снимала. Но, знаете, просто кашу сегодня доедаю. Вчера она была на ужин. Сегодня я и завтракаю. И все, вот этого микса замечательного больше нет. Что будет сегодня на ужин, не знаю, посмотрим. А пока как-то так. Вот пью еще чаек. Всем приятного аппетита, так сказать. Знаете, может эта серия не запомнится вам нереально разнообразным и интересным меню. Но она точно запомнится тем, что это уже вторая потеря на этой неделе. И заметьте, сейчас вовсе дело не в моей неуклюжести. Я просто мыла чайник. А он оказался таким хрупким и нежным. Даже я до этого момента и не догадывалась об этом. Это он мне, кстати, очень нравился. И вот я его сейчас намывала. И просто, просто вот плакать не хочется, конечно. Но можно было, в принципе, немного всплакнуть. Но я сейчас вспомнила, что у меня есть второй чайник. Тот зеленый, помните? Так что, в принципе, без чая я не осталась. Да я бы и так не осталась. Буду вот сейчас все это собирать. Какого хрена спрашивается? Привет, подписчики. У нас в гостях Саша. Она пришла, я говорю, Саша, давай прогуляемся, пойдем. Она говорит, я не выйду, пока не поем. То есть человек знает, что у меня... У меня у машины заканчивается бензин, у меня заканчивается энергия, если я не поем. Я говорю, Кристин, не покормишь, не пойду. Вот, как бы, ну, нашли неэкспериментные макароны. Ну, то есть, в принципе, ничего. Я говорю, Саш, бекон есть. Бекон ешь, да, ем. Вот. Потом Саша увидела в холодильнике баночку шпрот. Говорит, о, шпроты классные. Я говорю, ну, мы можем их открыть. Потом Саша не подумала. Говорит, шпроты это классно. Нужен будет еще хлеб. Я тоже остановилась. Я сказала... Блин, я тебя приблизила, подожди. Человек, который в курсе, что все посоветуют хлеб замораживать. Я хотела под каждым комментарием написать. Не надо, пожалуйста, пожалейте меня. Не надо этого делать. Это что, еще тот же хлеб? Да, ты знаешь? Нет, Кристин, делай, что хочешь. Ну, ты же хлеб обьянишь. Ему есть. Очень зря. Я сейчас съем вот эту дорогую пасту для дорогих гостей. И немного. И пойду прогуляюсь за свежим хлебом. А потом делай с ним, что хочешь. Это какой-то моряк. Ну, вот и, значит, по-любому плохо не будет. Натуральные, копченые, на ольховой щепе. Да, ну, щепа. Что, срок годности 30 месяцев. Они, кстати, свеженькие. В декабре прошлого года. Поразительно. Поразительно. Это тебе не хлеб. Хотя, если что, я думаю, их тоже можно будет в морозилку убрать. Состав. Подписчики написали, что все можно замораживать. Я думала предложить Саше блюда из прошлого эксперимента и в готовые макароны. А ты что так ела? Ты ела макароны, Саша? А что ты не смотришь? А, видишь, ты одно мое выживание, одно видео смотрела. Я посмотрела все. Но ты не знаешь. А ко мне, кстати, даже подписчицы приходили, когда на чистке. Одна девочка сказала, что вот после того случая я просто охренела. Ну, какое-то старинное выживание на 500, может быть, не знаю. А, ну, блин, Кристина, у меня память не такая хорошая. Ну, я думаю, это бы ты запомнила. Вообще, ну, это вкусно. Это вкусно. То есть, ты зря. А мне еще, кстати, кто-то потом писал, что сначала тоже охренел это увиденного, потом попробовал, тоже понравилось. Но я не буду тебя заставлять. То есть, ты говоришь, что шпрот ты ешь только со свежим черным хлебушком. Ну, база. В общем, я жарю сейчас бекон, у меня есть бекон, я делаю макароны, все это смешиваем, получается не до кармона. А хочешь, еще желток добавим, будет вообще практически карбонара. И сыр даже есть. Только не сыр. А, ну, а, точно, Саш, не сыр. Готовим. Я опять все залила холодной водой, поэтому без слез, никто не плачет. Все в порядке. Ну, собственно... Добро пожаловать. Причем я только что снимала, как разбила чайник. Пшенка, дорогие друзья. Ну, и дорогая сердце пшенок. Хорошо, что я ее не люблю. Чудес. Третья посуда, разбитая в этом одном недельном выпуске. В общем, каждый занимается своим делом, блин, трэш, режем бекон. Добавляем сюда же. Климера Александра берет вам в кухню в случае необходимости. Обед получается. Наш с Александрой, кстати. Александра тоже сегодня вживается в эксперимент, можно сказать. Дорогие друзья, поскольку к шпротам нужен хлеб, Саша сегодня займется благотворительностью. Покупаю хлеб. Между прочим, 29 число. Сегодняшний. А я возьму себе на оставшееся время вот один батончик моего уже традиционного. Удобный вариант. Но главное, чтобы было куда сходить, как говорится. Сегодня ужинаю опять, как и обычно, как и прежде. На халявку. Коктейли включены. Так что увидимся с вами завтра. А всем, кто ест, приятного аппетита. Ну или просто хорошо просмотрят. До свидания. Бонжорно, подписчики. Я уже предвижу, что эта неделя нравится вам меньше всех. Надеюсь, всех. И в том числе четвертой недели, которую предстоит мне еще прожить. Вот закрутилась, завертелась, ребят. На четвертой неделе реально отыграю хорошо. В плане, буду это просто готовить, просто есть. И ни о чем больше не думать. Тем не менее, сегодня завтрак такой уже старый, традиционный. На самом деле, хоть он и самый-самый элементарный, самый мой любимый. Вот классический. Что я вот обычно в дни эксперимента люблю, чем позавтракать. В 90% случаев это два жареных яйца и хлеб. Собственно, без причуд, ни омлет, ничего. И даже без бекона. Бекон мы вчера доели, бекона больше нет. Вот, полоко кончилось. Ну вот хлеб новый купила, потому что хоть там в мразилке еще пару кусков осталось, но он вообще невкусный после мразилки. Я не знаю, почему все пишут, что все остается таким же. Не знаю, может быть, что-то с этим хлебом конкретно не так. В любом случае, вот так сегодня. Давайте я сейчас приготовлю и вернусь. Ну а так как хлеб я сразу после покупки убрала в холодильник, теперь я делаю только так, то кладу хлеб еще подогреться немножечко. Как-то так сегодня. Приятного аппетита. Да. Вернусь. Всем привет, это хищница снова здесь. Пришла голодная, холодная. Очень, очень. И сейчас будет... Если честно, я сто лет не открывала Кристина. Саша, то я прошу только пшенку собрали все с пола. Я тебя умоляю. Я тебя прошу. Нет, я прошу. Казалось бы, дорогой хлеб купили. Я купила. Поясню. Кристина не участвовала в покупке этого дорогого хлеба. Нормально. Я тебе положила. Шпрот как шпроты. А ты не на хлебушек будешь? Нет, Саша, если я готова шпроты, смешать с макаронами. Мне принципиально. Отличные шпроты. Слушай. Матерись это весь. А, да, черт. Что, вот прям вкусно? Ништяк. Я в последний раз шпроты ела, ну, не знаю, очень давно. Я тоже, кстати, не помню, когда я шпроты ела. Я вот так вот себе хочу прям. Бутербродик. Очень шикарно. Сверхники? Ну, конечно. Они в масле, Саша. Огонек. Скажи. Даже говорите, мам. Это очень классно. Очень вкусно. Надо нам для русского вечера, наверное, еще и шпротом взять. Конечно. Капитан. Найма. Да, вот. Что-то грязь. А, я пелышник. Вот такие. Ну что, дорогие друзья, несмотря ни на что, продолжаю есть суп. Слава богу, он с самого начала хранится в холодильнике и чувствует себя супер. Сегодня я им ужинаю, потому что я сходила в душ, мне так классно, расслабленное состояние. В общем, готовить ничего не хочу, а суп прям с удовольствием поем. Без хлеба буду есть. И сметана кончилась. Так что просто загорею себе тарелочку супа. А вообще, вы знаете, мне тут хлеб на глаза попался. Так что с ним. Ну что, будем спать ложиться? Спать будем, устрица? Спокойной ночи, подписчики. Встретимся завтра. Ну что, доброе утро, товарищи. Завтракаем, как сколько дней назад. Хочу обвалять сегодня пару кусочков хлеба в яйце. Ну, в этот раз уже без молока, конечно. И сверху еще потру сыр. А может и не потру. Ну, в любом случае, вот сыр еще остался. Давайте приготовлю, покажу, что получится. Сегодня на завтрак ем два поджаренных тоста и сыр между ними. Получилось вот как-то так. Отлично. И потерла морковь. Заправила маслом. Очень хорошо. Может и не очень презентабельный тост. Я думаю, смысл вам передается. Ко мне сейчас заходила Нин Санна. Мы попили чай. А вообще весь день у меня сегодня болит голова. Я сейчас, наверное, поужинаю супом. Перерывы большие получились в приемах пищи. Вот и все. Пойду спать. Завтра хочу пораньше встать. Завтра хочу посмотреть одну онлайн-конференцию. Она меня ждать не будет. Так что будильники уже стоят. Суп осталось совсем немного. Вот посмотрите, там буквально еще на одну тарелку. И я бы еще на следующей неделе такой сварила. На завершающей четвертой. Очень, кстати, тоже вкусный хлеб. Я сейчас хочу посмотреть, сколько стоили шпроты. Какой это ценник. Это ценник, по-моему, за 1933. У меня просто все ценники. Висят на холодильнике, чтобы, если что, можно было свериться. Шпроты в масле стоили 89,90. Просто, с одной стороны, как бы, конечно, зря мы с Сашей съели ту банку. Потому что у меня были на нее немного другие планы. Поставьте, пожалуйста, в минус все те, у кого вообще предложение, где сочетаются шпроты с макаронами, вызвало небольшое такое содрогание внутри. Не знаю, поставьте плюс люди, которым, в принципе, не смутило такое сочетание. А я, если честно, обожаю и макароны, и шпроты. Шпроты вообще с детства люблю. Но, в принципе, я могу себе позволить коробку, ой, упаковку шпрот за 90 рублей. Но это, кстати, дорогие. Там какие-то были еще за 69, помните? Вот, могу взять их. Я не думаю, что они сильно будут отличаться. Все, я очень воодушевлена, что у меня еще осталось немного денег. Прям вот тютелька в тютельку. И еще мне надо докупить картошку, потому что, как вы помните, из того картофеля, который я вот брала на запеканку, я смогла в магазине найти только, сколько там, три картошины, да? Три маленькие, одна большая. Ну, в общем, я брала на запеканку больше, так что еще возьму. Короче, ладно, я сейчас ем и иду спать. Привет! Сегодня я по полной расхищаю свои запасы. Во-первых, я уже поджариваю один кусочек хлеба. Сегодня на завтрак будет манка. Поскольку у меня нет молока, вообще ничего у меня уже особо нет. Разморозила чуть-чуть вот ягод. У меня там пол пакета есть, ну, уже чуть меньше. Маночка. Мне кажется, с замороженной вишней и сливочным маслом будет неплохо. Немного сливочного масла. Ягоды у меня тут их немного. Они хоть и заморожены, но они сейчас в каше очень быстро разойдутся. Гренка поджаристая. Считайте, как хлеб из тостера с небольшим количеством масла. И каша. Кашу подсластила. И вот она уже какая стала. Ягода, уверенно, уже готова, пока я занималась хлебом. Так что приятного аппетита. Я сходила в магазин, докупила картофель, купила еще те шпруты за 69 рублей. И сейчас подогреваю остатки супа. Доем его. И, наверное, новый суп смотрю все-таки завтра. Потому что время сейчас уже довольно-таки вечернее, дорогие друзья. Я сейчас просто не нахожу слов. Потому что я просто потянулась взять из мойки, точнее из сушки, тарелку. И что? И задела чайник. И вот только недавно я думала о том, что... Блин, как классно, что этот чайник такой прочный. У меня аж руки затряслись от бешенства. Пять. Сегодня у меня настроение поушилось так, как я и хотела. Макароны сейчас отварю. Со шпротами. Чтобы вы понимали, это как бы вот самые дешевые шпроты, какие можно было найти в магазине. Знаете, в чем плюс дешевых макарон? Они очень быстро готовятся. Очень быстро готовятся. Я сюда еще капнула масло. Добавила перец и зелень. Для вас показываю так. Для себя я сейчас все это перемешаю и мелко раздроблю рыбку. Кстати, каждый раз, когда я натыкаюсь на вот такие вот шпроты, консервы рыбные, вспоминается... Оставленный однажды комментарий у меня под одним из выживаний. Это было давно. Но, в общем, кто-то написал про женщину. Не помню, то ли это чья-то знакомая, то ли это сам был автор, этот человек. Про кого история? В общем, женщина сколько-то лет питалась чуть ли не одной килькой с картошкой, килькой с макаронами. Ну, в общем, рыбные консервы недорогие. Что-то вот такое. И накопила себе на квартиру. Так что по окончании этого эксперимента я еще подумаю, не перейти ли мне на такой режим питания. Потому что я люблю шпроты. Должна забрать свои слова обратно и сказать, что хоть эти шпроты дешевле всего на 20 рублей, чем те, которые были у меня в холодильнике до них, они не такие вкусные. Они так классно, как было. Конечно, если бы я собралась копить на квартиру путем урезания бюджета на еду, если бы для этого мне нужно было бы питаться одними шпротами и макаронами, то я бы выбрала этот, который на 20 рублей подороже. Я надеюсь, ролик вам понравился. Как всегда, встречаемся в комментариях. И увидимся с вами совсем-совсем скоро. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok